Добрый день, дорогие друзья! Еще одним из самых ярких и грубых проявлений вселенского ипотечного беспредела является продажа ипотечных заложенных квартир с публичных торгов, когда люди лишаются жилья и фактически оказываются на улице. И зачастую такие торги проводятся с грубыми нарушениями закона, по заниженной стоимости, кулуарно, без привлечения заинтересованных лиц, без надлежащего уведомления собственников жилья, которые его приобрели. Зачастую люди узнают о том, что их квартира продана через какое-то время. И соответствующим образом, дорогие друзья, это все, конечно же, очень сильно бьет по населению и так далее. Вот мы сегодня поговорим о том, какие нарушения наиболее часто встречаются и как можно оспорить публичные торги в судебном порядке по реализации имущества. Соответствующим образом, оспорить публичные торги по реализации ипотечных квартир может любое заинтересованное лицо. И это могут сделать участники торгов, лица, которые не имели возможности участвовать в торгах из-за нарушения правил их проведения, стороны исполнительного производства, то есть это непосредственно должнику, которого забрали квартиру, может судебный пристав исполнитель, иные лица, которые соответствующим образом обосновали оспаривание торгов. Обратите внимание, что сам факт, сам факт вот этих всех нарушений, да, сам по себе, конечно же, он не может служить основанием. Здесь нужно устанавливать нарушение интересов конкретных лиц при проведении. Как об этом говорит Верховный суд и как об этом говорит Высший арбитражный суд. Сам факт нарушения порядка проведения торгов, он недостаточен для признания их недействительными по иску лица, которая предъявила данные требования. Такое лицо может быть истцом только если докажет, что вследствие допущенных нарушений при проведении торгов именно его права или интересы нарушены. Поэтому при подготовке исковых заявлений необходимо это указывать. Поэтому я всегда рекомендую обращаться только к профессионалам. Можете обратиться ко мне, к нам обратиться. И мы вам поможем составить исковое заявление. Если надо, составим и апелляцию, и касацию, и так далее. Так вот, если лицо докажет, что именно его права или интересы нарушены, их можно восстановить с помощью применения последствий недействительности договора, который заключен на торгах. То есть у нас оспариваются как торги, так и заключенный договор купли-продажи этой недвижимости там неким третьим лицам. При этом лицо, которое задолжало должнику дебитор, не может оспорить торги, на которых была продана дебиторская задолженность. Так вот, дорогие друзья, должник и кредитор, в соответствии с позициями Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, признаются заинтересованными лицами, которые могут оспорить проведение публичных торгов, если организатор торгов известил их об их проведении с нарушениями, которые уменьшили количество потенциальных покупателей и, следовательно, повлияли на цену продажи имущества. А у нас сплошь и рядом. И должник, и взыскатель, взыскатель уведомляется. Вот у меня несколько было примеров, примеров, когда должник, квартиру которого продают, он не уведомляется надлежащим образом, он вообще не знает о проведении торгов. Это основание для их оспаривания. Как дальше нам Верховный суд разъясняет, суд признает торги недействительными, только если посчитать, что нарушения, которые допущены, являются существенными. Поэтому нужно обосновывать в исковых заявлениях и так далее, что нарушения являются существенными. Суд должен определять, нарушены ли права и законные интересы истца и повлияли ли нарушения на результат торгов. В частности, на формирование стоимости реализованного имущества и определение победителя торгов. Это прямое указание Пленума Верховного Суда. На него тоже обращайте внимание. Перечень возможных нарушений открытый, и они не зафиксированы в законе, они сформированы судебной практикой. Поэтому реагировать нужно на все без исключения нарушения. Нужно поднимать документацию в ходе судебного заседания, истребовать все материалы по проведенным торгам. Когда мы готовим, к примеру, исковые заявления или апелляции, или касации, мы указываем на то, что необходимо истребовать всю документацию. А в апелляционных и касационных жалобах можно указать на необоснованный отказ в истребовании такой документации и так далее. То есть вместе с иском всегда необходимо подавать и ходатайство об истребовании доказательств, которые вы самостоятельно получить не можете. При этом у нас закон предусматривает следующие основания недействительности. Это лицо необоснованно отстранили от участия в публичных торгах. На торгах неосновательно не приняли высшую предложенную цену. Имущество продали ранее указанного в извещении срока. Были иные существенные нарушения порядка проведения торгов, из-за которых цена продажи определена неправильно. Или иные нарушения правил, установленных законом. То есть их, это перечень открытой нарушений. Нарушения, как мы прекрасно понимаем, у нас нарушать умеют по-всякому, по-разному и довольно-таки качественно. Поэтому, дорогие друзья, здесь нельзя это все пускать на самотек. Нужно эти нарушения выявлять, описывать. При этом у нас торги могут быть признаны действительными. И в случаях, если их информация о проведении была опубликована в ненадлежащем периодическом издании. Нарушены сроки публикации о торгах. Опубликована неполная информация о времени, месте, форме торгов. Об их предмете, об обременениях продаваемого имущества, а также о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в них и определении победителя в начальной цене. То есть вот эти все нарушения, они являются основанием. При этом, если лицо необоснованно не допустили к участию в торгах, тоже будет основанием для их отмены. Если торги продолжились, несмотря на то, что пристав сообщил о прекращении обращения взыскания на имущество, а они продолжились. Или имущество передано на торги незаконно, например, передано имущество, на которое нельзя обратить взыскание. Такой перечень у нас имеется. Либо опубликована существенно искаженная информация о предмете торгов, формирующее неправильное представление о продаваемом имуществе, вводящее людей в заблуждение. При этом, дорогие друзья, у нас возникает вопрос, а могут ли быть признаны недействительными несостоявшиеся торги? Суды по-разному смотрят на такую возможность, но исходя из практики, из закона, несостоявшиеся торги можно признать недействительными, поскольку объявление торгов несостоявшимися является результатом их проведения. А, скажем так, состоялись они или нет. То есть, они могли проводиться, но не состоялись по тем или иным причинам. Вот это тоже можно признать недействительным. И, в частности, некоторые суда указывают, что если несостоявшиеся торги были проведены с нарушением правил, их можно признать недействительными. Вот, вынуждены, даже не вынуждены, а, скажем так, мы с такой позицией полностью согласны. Потому что, независимо от результата, ну, не состоялись они или состоялись, но они же были проведены. И любой результат может быть оспорен в судебном порядке. При этом у нас тот же Верховный суд и тот же закон говорит о том, когда торги нельзя признать недействительными. А их нельзя признать недействительными, если допущенные нарушения не связаны с правилами. То есть, если пристав нарушил порядок ареста имущества, если неправильно проведена оценка имущества и так далее. И по общему правилу иск предъявляется к организатору торгов, специализированной организации, а также к их победителю, с которым заключен соответствующий договор. К должнику иск предъявлять не нужно, потому что он не является стороной договора по продаже имущества. Но сам должник может оспорить и предъявить иск. Но суд должен привлечь к участию в деле должника, взыскателя, пристава, если подано исковое заявление, а в необходимых случаях и Федеральную службу судебных приставов. Подается иск либо в суд общей юрисдикции, либо в арбитражный суд, в зависимости от того субъектного состава, который является. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось поговорить. Обращайтесь, всегда с удовольствием поможем в составлении исковых заявлений, апелляционных и касационных жалоб, возражений, дополнений и так далее. Удачи вам в ваших делах и пишите. Звоните, задавайте вопросы. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо!